Трамплинный комплекс «Аист» принял этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах среди женщин. Соревнования стали частью так называемого русского тура «Синяя птица», который организован впервые. Свердловская область всегда рада принимать у себя соревнования такого высокого уровня. Позади чемпионат мира по футболу, впереди, как мы надеемся, универсиада. И сегодняшние соревнования очень хорошо укладываются в этот общий ряд. У нас много спортивных сооружений, у нас много спортсменов, и самое главное, у нас самые замечательные болельщики, и самые замечательные болельщики в Нижнем Тагиле. «Синяя птица» – это четыре старта, два в Нижнем Тагиле и сразу после в Чайковском Пермского края. Победитель определяется по общему результату. В зачете Кубка мира этапы являются заключительными. За проведение таких соревнований борются многие города мира. Уровень участников достаточно серьезный. На сегодня приехали практически все сильнейшие летающие лыжницы со всего мира. Поэтому я думаю, что мы это ценим, тагильчане это понимают. Я думаю, что в перспективе соревнования будут проходить еще на самом высоком уровне». Организационный комитет соревнований в Нижнем Тагиле возглавлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. На горе Долгой собрались 48 представительниц 12 стран – России, Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Норвегии, Румынии, Словении, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции и Японии. «Для нас наравне со спортивной составляющей, с результатами национальной команды важно, чтобы эти соревнования прошли на самые высокие уровни с точки зрения организации, логистики, транспорта. Да, всех тех аспектов, которые так или иначе и для Нижнего Тагила, и для Чайковского важны с точки зрения популяризации этих мест в мире». В составе сборной России на этапах Кубка мира впервые участвовали две тагильчанки – воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» – 18-летняя Кристина Прокопьева и 17-летняя Алина Бородина. «Я очень волновалась. Вроде бы как хорошо прыгнула, но думаю, что не прошла во вторую попытку. Но это большой опыт. Я очень рада, что я участвую здесь сегодня». Алина Бородина заняла 40-е место. Кристину Прокопьеву дисквалифицировали. «Погода на горе долгая, замечательная. Ясно, по весеннему тепло. Плюс один градус. Ветер совершенно не беспокоит болельщиков. Однако его порывы порой задерживают попытки участниц. Впрочем, ненадолго». Лучший результат в оба соревновательных дня показала Юлиана Зайфорд из Германии. Приз за первое место на этапе Кубка мира – 3000 швейцарских франков. Победительница «Синей птицы» дополнительно получит 10 тысяч швейцарских франков.